всем привет меня зовут александра и сегодня у нас не обзор посмотрите какую прелесть я купила в леонардо это холст с мольбертом между прочим это мой первый мольберт который у меня теперь есть дома и я вам предлагаю его распаковать вместе со мной и нарисовать мини обзор сделать скажем так для этого у меня есть помимо вот этого прекрасного холста такие вот красочки мне скажите какой-то мини но давайте сначала откроем берем коробку и на примере посмотрим разве это не вот он вот вам для сравнения обычная акриловая краска я думаю это все-таки будет мини обзор мы нарисуем сегодня с вами акрилом вот этим вот от амстердам заодно сделаю на него обзор так как этими акриловыми красками я еще не рисовала возьмем маленькую колбочку вместо моей большой банки которую вы могли видеть для сравнения две маленькие кисточки рисовать мы с вами будем цветы поехали какой я могу сказать минус сразу по поводу этого набора акрила здесь 12 штучек по 20 миллилитров первый минус тут нет красного я вижу прямо сейчас что вам на камере кажется что вот он красный но нет он оранжевый это не красный цвет тут нет красного так что красную розу я написал от не смогу а именно ее я планировала то есть здесь два цвета желтых два цвета оранжевых получается чуть посветлее чуть потемнеть но он оранжевый из него не сделать красный красный вообще это базовый цвет его тяжело сделать и получается синий один только зеленый почему-то два коричневых и черный приступим к распаковке для начала акрил мы распаковали давайте распакуем между прочим я его купила относительно недавно хотя я очень редко езжу в этот магазин в леонардо поэтому если у вас рядом есть леонардо и вы давно там не были кстати кому интересно будет можете поставить на паузу и прочитать точнее прочитать а посмотрите здесь тоже тут на английском здесь на русском у кого есть такая возможность и вы хотите его приобрести вперед в леонардо но я вам нет что это такое мне уже не нравится видеть это кого-то желтый мусор я уже хотела злиться кофе гужи что-то желтым это ткань очевидно ткань кусочки клея это натянутая ткань я бы не сказала что она прям плотно затянута то есть болтается на нормально ткань покрытая то ли белилами то ли какой-то грунтом каким-то и сам собственно говоря холст холст хороший прям тугой такой прикрепит такой себе я вам предлагаю ему воспользоваться прям на нем и рисовать в таком случае сейчас я нарисую будем раскрашивать тогда я нарисовала розу рисовала я ее если что не на мольберте нет таким вот образом а вот так потому что кто-то деревяшка ну что она она я бунтую она очень-очень легкая но раскрасить хочу именно вот таким вот образом то есть используем альберт поэтому камера сейчас в непривычном для вас положении рисовать мы будем синюю розу при помощи кисточек и при помощи акрила амстердам я правда хотела написать именно красную но здесь повторюсь еще раз здесь нет красного цвета это не красный у меня сургут красный кусочек вот это вот красный вот это нет это оранжевый не нравится потом я подумала нарисовать фиолетовую но у меня нет красного не не уверена что смогу намешать фиолетовым можем конечно попробовать но если я по сути тоже неплохо я сейчас поняла что по факту сделать вот такой вот мольберт это очень и очень просто вам даже не обязательно его покупать я видела когда готовилась к этому видео на джуме на алиэкспресс вот такие вот маленькие холсты и по идее даже если вы не сможете купить его в леонардо вот этот холст вы его сами сделать сможете запросто это элементарно просто максимально элементарно вам для этого нужна только пила вам даже парни не обязательно для этого иметь или если вы парень вы это таким да это девушки могут сами сделать то есть вам нужно только пила и все и клей чтобы вот эту часть приклеить и все палочку как бы можно взять любую мне кажется это палочка общает шкафа сняли где-то потому что такие видео в шкафах то есть вам просто нужно взять пять палочек это две одинаковые одну маленькую одну самую большую и один вот такой вот кусочек вам даже не нужно наждачка чтобы пошкурить посмотрите вот этот этот что это мне вообще не нравится по факту это все не шкурили тут за носу поставить просто элементарно может быть я сама потом вот это вот все по шкуре но посмотрим буду ли я еще рисовать на ней а как украшение на стол то будет очень красиво ладно давайте начнем рисовать это я могу говорить просто бесконечно атака я буду говорить пока рисун насколько я знаю и слышала акрил ну а там стердам очень-очень укрылистый как любой другой акрил поэтому поэтому я не буду стирать контуры и и вообще это сделать довольно проблематично потому что она имеет ребристую поверхность рисовать было вполне удобно я сделала небольшую перестановку потому что сегодня собираюсь рисовать правой рукой не левой поэтому я решила переместить свечку для того чтобы случайно не сжечь кисточку в качестве палитры я буду использовать обычный листочек давайте приступим честно я еще не рисовала акрилом от амстердам это мой первый опыт мне очень интересно и страшно потому что у меня холст всего один это очень яркая краска у меня на камере максимально приближенные условия поэтому может быть она чуть-чуть совсем высветляет если вот так лежит да ну в жизни она чуть-чуть потемнее чем на камере но не сильно давайте приступим а перед началом обзора этих материалов я хочу всем кто подписывается и пишет комментарии выразить огромную благодарность вы не представляете насколько мне приятно читать ваши комментарии вы просто лучшие спасибо вам огромное это неудобно вообще неудобно честно по факту это равносильно тому если вот так вот возьму и буду рисовать это будет удобнее чем стоя на мольберте так сильно катается какая-то штука чтобы красиво на столе тогда стоять теперь купила я сама могла сделать ну вот так просто реально удобнее держать чем так изворачиваться попробуем как-то приклеить хотя бы немножко для устойчив не отрезала маленький кусочек двухстороннего скотчей хочу приклеить одну ножку чтоб она нет чтобы она просто хотя бы не так сильно скользила тут уровень конечно соприкосновения со столом очень маленький невероятно маленький так мы хотя бы его немножко увеличим вот хотя бы не будет так сильно ёрзать я хочу вам показать что я планировала сделать вот эти вот части более светлым таким и прием но он не очень хорошо сочетается именно с этим вот то есть если синий цвет вот этот вот имеет больше фиолетовый такой оттенок то есть он он цвета шариковые ручки такой фиолетовый потом то вот это это прям чисто чисто голубой и он не очень сочетается вроде я буду конечно использовать как маленькие детали вот так вот скажите же так уж как так что видите разницу цвета я хотела смешать вот этот вот оранжевый самый красный и вот этот вот синий какой цвет будет я хочу затемнить вот этот вот цвет мне нужен более темный такой природный коричневый получился смешать вот этот вот просто максимально природный цвет земли ну вот этот похож скажите же похож и на вот этот темные участки и очень не хватает красного цвета ну пока по первым впечатлениям мне очень нравится мне очень нравится как он ложится это конечно здесь так не видно но я очень тоненький слой накладываю уважаемые дамы и господа я хочу вам предложить сделку мне вообще неудобно рисовать на вот этом вот мольберте даже несмотря на то что его приклеила стало гораздо удобнее но это ужасно я вам предлагаю прямо сейчас переместиться в наше обычное удобное положение как я обычно снимаю потому что вот так это делать это просто ужасно я предлагаю оставить мольберт вот здесь он здесь чисто как украшение и рисовать все таки вот в таком положении вы не представляете насколько это стало удобнее несмотря на то что у меня штатив прямо перед лицом но это все равно удобнее потому что до этого я вообще рисунок не видел я вырисовала через камеру давайте теперь приступим к самому обзору акрил крутой он быстро сохнет получается классный градиент причем довольно легко вам не нужно делать тройное сальто с переворотом вокруг него для того чтобы у вас получилось красиво смешивается он тоже шикарно у него приятная кремообразная фактура по поводу цветов в наборе претензий нет я уже говорила ранее по итогу два синих имеют разные подтоны из-за чего в последующем я вместо голубого использовала смесь темно-синего с белым а для совсем темных участков была смесь с черным это не очень хорошая идея но связи с отсутствием красного за счет которого я могла бы сделать более темные оттенки это был лучший вариант меня если честно до сих пор удивляет почему нельзя было положить красный вот в чем проблема производители я жду ответа ну да ладно по итогу рисунок мне нравится единственное о чем я вас хочу предупредить это что при высыхании он немного темнеет ну это очевидно из него выходит жидкость но со временем стоя у меня на столе он еще потемнел не сильно но есть чутка я предполагаю это из-за того что конечная стадия высыхания акрила происходит спустя не три часа а спустя скорее всего суток двое я думаю прошло уже недели две записи этого видео поэтому я могу объективно сравнить цвета да и вы собственно говоря тоже на экране не нужно мне писать в комментариях что я ленива и забыла про вас мои любимые 12 подписчиков нет я вас помню просто я сдавала диплом но благодаря этому я узнала что стоя на солнце акрил даже не думал выгорать молодец по итогу мы имеем классные цвета за исключением отсутствующего красного обалденное качество и как по мне цена себя оправдывает да я вам до этого ни разу не говорила цены но сейчас скажу этот набор акрила стоил на момент покупки 2312 рублей давайте так я не буду говорить дорого это или нет решать исключительно только вам хорошо? договорились теперь по поводу мольберта и холста холст супер меня удивило что даже под толстым слоем акрила все равно видно текстуру холста она если что выглядит как мелкие квадратики как и обещала я обязательно оставлю в описании ссылки на такие холсты на самом деле такой маленький декор в вашей комнате очень классно способен украсить стол а главное он будет уникален я теперь квалифицированный дизайнер интерьера поэтому могу говорить такие умные вещи понятно? а еще кстати прикольный опыт порисовать на таком маленьком холсте реально классно советую попробуйте если ну если хотите конечно перейдем к не очень хорошей части меня очень огорчил мольберт помните в начале я вам показывала насколько не обработаны используемые кусочки дерева так вот этой бахромы стало еще больше я так не хочу ругать этот мольберт потому что мне очень нравится как он выглядит мне нравится как он стоит на столе и вообще вся эта задумка с мини мольбертом обожаю всякие мини баночки мини кисточки и так далее но это так в глаза бросается такое ощущение что в мое отсутствие кошки специально сидели и немножечко его ковыряли грустно я не берусь вам говорить что абсолютно все мольберты такие но скорее всего просто мне так повезло или просто у меня в комнате вместо воздуха летают кусочки стекла или металла и они со временем так повредили мольберт кто знает если что я шучу а может и нет я попробую самостоятельно пошкурить его и если эта бахрома не перестанет после этого появляться я дополнительно покрою мольберт лаком или морилкой например я даже могу по этому поводу снять коротенькое видео и выложить в яндекс дзен если вам интересно это сделать вместе со мной напишите в комментариях пока я не знаю что туда выкладывать не понимаю эту странную соцсеть что для чего она вообще давайте теперь к хорошему у меня вышел такой классный обзор с крутыми составляющими не будем плохо думать о мольберте он хорош поговорим о прекрасном эта работа у меня заняла два дня съемок не прям с утра до вечера а расслабленных два дня два моих выходных во время написания диплома диплом это просто травма на всю жизнь как перестать о нем говорить когда ты думал о нем на протяжении двух месяцев что-то я задумалась ну ладно давайте не будем отходить от нашей появившейся традиции в этом видео и подведем итоги мольберта и холста я не помню сколько он стоил да вот так вот бывает зато для вас будет эффект сюрприза когда вы решите купить этот мольберт ведь вы не знаете его цену а то я вам тут уже все досье на него выложила никакой загадки не осталось а ведь между прочим в каждом мольберте должна быть своя загадка иначе зачем вам его покупать если что я так оправдываю себя короче ставлю этому мольберту 7 из 11 думаю понятно почему я так оценила этот мольберт да объяснять не надо холсту 11 из 11 он классный я буду заказывать еще эту миленькую вещь для украшения своего стола а теперь предлагаю послушать какие выводы сделала девушка две недели назад на камеру я закончила приступаем к выводам какие я сделаю выводы давайте сначала с акрила начнем акрил шикарный мне очень понравился акрил от Амстердам как бы у вас перед глазами работа вы можете это увидеть я правда попробовала только вот эти вот три цвета потому что здесь больше не нужно но я уверена о том то что вся оставшаяся палитра так делаю точно так же прекрасно так что если у вас будет выбор брать акрил Амстердам чтобы попробовать или нет обязательно возьмите вы не пожалеете он классный правда хороший а теперь по поводу самого холста ну как я и сказала рисовать на этом мольберте это глупо может быть для некоторых это было очевидно но я хотела попробовать и убедилась это действительно большая большая глупость потому что он ерзает это неудобно и даже когда ты приклеиваешь вот в таком положении рисовать совсем неудобно вот если сделать еще вот так это более-менее то есть раскрыть его но замечательно что вообще мольберт позволяет сделать вот так вот вот так да потом уже буквально где-то в конце до меня дошло что действительно можно сделать вот так раскрытием был бы красивый кадр но мне было удобно и держать вот таким вот образом в руках холст крутой сам вот этот вот кусочек мольберт я буду использовать в качестве украшения то есть это розы вероятнее всего будет у меня вот таким вот образом стоять на столе но я с большим удовольствием закажу еще себе вот таких вот маленьких холстов с джума или алиэкспресс я вам оставлю обязательно ссылку мало ли вам тоже интересно и вы хотите попробовать это круто прикольно мне понравилось вот такие выводы всем спасибо за просмотр пожалуйста чаще рисуйте и делайте это в свое удовольствие и всем пока пока